Новейшая история Одессы, особенно в ее политической хронологии, во многом смешана, а иногда трагична. К чему это я? Сейчас узнаете. Первые месяцы своего пребывания в кресле губернатора нашего края, Михаил Николозович Саакашвили ожидаемо поражал общественность парадоксальными поступками. Иду речь, разумеется, не о разрушении кувалдой стены на частном пляже. Здесь наблюдалась жалкая попытка перещеголять Алексея Алексеевича Костусева, лупившего молотом будки на привокзальной площади. Дело зрелищно и не без изящества. Любое повторение, согласитесь, вторично. Говорю об организации Центра обслуживания граждан, который с помпой открывался в здании Платинумбанк, в двух шагах от областной государственной администрации перерезал ленточку сам Петр Алексеевич Порошенко. А милые девушки и юноши в одинаковой форме с восторгом и обожанием глядели в глаза и президенту и губернатору. Понятно, глава государства не знал всех тонкостей открытия упомянутой выше конторы. Впрочем, не царское это дело, ну согласитесь. А скандал был, во-первых, здание по такой центр было уже не просто годово, а оборудовано, что называется, с иголочки. И собственником его являлся областной совет, который выложил из своего бюджета 40 миллионов гривен, дабы переделать здание издательства Черноморья под офис. Но нет! Михаил Николаевич никогда не искал простых и экономных решений. Он был согласен тратить на аренду своего детища бюджетные деньги в размере почти четырех миллионов гривен ежемесячно, но чтобы можно было до него дойти пешком. Саакашвили с должностью ушел. Финансирование центра вызвало определенные трудности, говорю не только о зарплатах сотрудников, но и об арендной плате. И вот наконец принято новое решение. Организация, как сообщают местные средства массовой информации, переезжает с проспекта Шевченко на улицу Екатерининскую в торговый центр Кадор. Вопросы остаются прежние. К чему областной совет и государственная администрация снова повторяют прежние ошибки, тратя бюджетные деньги на аренду помещения участника? Может имело бы смысл их употребить на социальные программы? В конце концов, областная территориальная громада имеет в Одессе свою недвижимость. Отдельно хочу восхититься личным мужеством собственника торгового центра, который решился пустить в свои владения детища Саакашвили. Не знаю, как вы, господа одесситы, а я запасаюсь попкорном в предвкушении очередного скандального шоу, инициатором которого, не сомневаясь, будет столица нашей Украины. Субтитры создавал DimaTorzok